Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников с описанием по книге Великие Музеи Мира Пьера Ди Казима. Портреты Франческо Джамберти и его сына Джулиана Та Сингалова. Около 1485 года дерево-масло, каждая панель 47х33. В творчестве этого представителя флорентийского квартачента соединилась ясность и подробность нидерландских картин, светлая, тонкая и экспрессивная живопись итальянских мастеров того времени и стремление возвысить человеческий образ, который был свойственным Леонардо да Винчи. На представленных парных портретах изображены мебельных дел мастер и музыкант Франческо Джамберти, основоположник династии зодчих и воятелей Да Сингалла, и его сын, архитектор, инженер и скульптор Джулиан. Перед отцом и сыном на нешироком парапете лежат предметы, символизирующие их занятия. У Джулиана перо и циркуль, у Франческо листок с нотами. К тому времени, когда сын попросил написать себя и отца, родитель уже умер, и художник изобразил его в профиль, как это часто делалось на посмертных портретах той эпохи. Джулиана сидит в более непосредственной позе и развергнут зрителя в полоборота. Но если у его отошедшего в иной мир отца взгляд живой и вопрошающий, то сын выглядит отрешенным и погруженным в себя. На этом сложном психологическом контрасте и построены портреты, в которых родственники ведут внутренний диалог. Позади них расстилается залитый солнцем пейзаж, на горизонте синеют тосканские холмы, и этот дивный мир на картине художника раннего возрождения напоминает о том, что у Бога, у Бога все живы. Ну вот такое описание к работе Пьера Ди Козимо, портрета Франческо Джамберти и его сына Джулиана да Сангало около 1485 года, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok